Серебряный призер турнира по профессиональному конкурсиону Кубокатриум. Его рост 178 сантиметров, вес 76 килограмм. Личный рекорд 4 победы в 4 боях. Встречайте, Хабиб Нурмагомеда! Давайте поправим. Все-таки он не серебряный призер турнира по профессиональному конкурсиону Кубокатриум, а чемпион. Кстати говоря, в финале он победил Шамиля Абдул-Керимова, которого заменил Рамазан Нурмагомедов. В прошлом бою он должен был встречаться с Магомедом Ибрагимовым. Не приехал сюда, и Хабиб Нурмагомедов победил именно его. Его рост 176 сантиметров, вес 76 килограмм. Личный рекорд 3 победы, 1 поражение. Встречайте! Олег! Олег Багов! Так, Олег Багов 100% борец. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он тоже очень здорово борется, но может и ударить. Так что, может быть, этот аспект станет в этом поединке для него каким-то преимуществом. Я думаю, постоянные зрители нашего телеканала, ну все знают Хабиба Нурмагомедова, потому что многое мы его боев показывали, и профессиональные, любительские. На моей памяти он не проигрывал. А нет, хотя, кстати говоря, на турнире по боевому самбо в 2008 году на чемпионате России он проиграл Магомеду Ибрагимову, который в прошлом бою сражался так достойно. Все-таки в конце обидно упустил победу. Он ему проиграл, но там поединок был скорее дружеский, потому что они то ли двоюрные, то ли троюрные братья. Вот, поединок был дружеский и больше походил на спарринг, по-моему, даже по активности Магомед Ибрагимов выиграл. Вот, ну и неудивительно, что ты не видел поражений Хабиба Нурмагомедова, потому что их просто нет. Четыре победы в четырех поединках. Так мы видим, что бой не слишком динамично развивается пока что, но он Нурмагомедов поддавливает. Чуть-чуть поддавливает, и обрати внимание, Егор, как высоко держит руки багов. То есть он готов к тому, что Нурмагомедов может ударить, и может ударить очень прилично. Ну вот Олег Багов-то ловит Нурмагомедова на встречной атаке, проходит в ноги, бросает, да, бросает, оказывается, сверху Олег Багов. И забирает ногу. Нет, не забирает ногу, все-таки вырывается Олег Багов. Грэпплер Хабиб Нурмагомедов более опытный. Это можно смело говорить, это мы сейчас видим, потому что Хабиб Нурмагомедов участвовал в турнирах по грэпплингу. Кстати, боролся он с Леонидом Готовским, да, и там он проиграл, я видел этот поединок. Но он проиграл по грэпплингу, где нет ударов. И там, где не было бы таких ударов головой, по крайней мере. Да, Пачкам Хабиб Нурмагомедов уступил по грэпплингу. Но грэпплер он достаточно опытный, а Олег Багов, он представитель вольной борьбы, и на земле он... Скорее всего, будет выглядеть похуже. Ну, мы видим, что Нурмагомедов продолжает работать сверху. Багов пытается его к себе прижать, пытается не позволить бить. Но вот как не позволить бить головой? Это очень трудно. Тем более в таком положении. Нурмагомедов не прижат, у него есть простор для деятельности, есть возможность для того, чтобы размахнуться, и он этой возможностью пользуется. Да, и минута прошла в борьбе на полу, поэтому сейчас спортсмены совершенно законно и справедливо поднимаются в стоечки. Да, минута прошла, и несмотря на то, что Багов он перевел Нурмагомедова в портер, сделать там он ничего ему не удалось, и что же он зачем... И сам себя загоняет в ту же самую ситуацию. Да, сам себя загоняет в такую неудобную ситуацию. Может быть, мы не знаем каких-то его навыков. Но опять он оказывается в положении... Обратите внимание на перчатки Хабиба Нурмагомедова, на них написано UFC. Может быть, сувенир какой-то? Либо сувенир, либо Хабиб Нурмагомедов просто хочет выступить в United Fighting Championship. Я думаю, все хотят, вот участник этого турнира, выступить там. Вроде бы сейчас на мгновение, мне показалось, забрал руку Багов. Прямая была рука у Нурмагомедова. Можно было попробовать из этого что-то извлечь, как-то ее забрать, ноги подтянуть, там хоть как-то что-то сделать, но нет. Все продолжается в том же русле, и опять рефери разводят. Соперников сейчас борьба будет продолжена в стойке. Очень решительным выглядит Хабиба Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов таким решительным выглядит всегда. Честно говоря, жалко его соперников, потому что у Нурмагомедова такой взгляд. Да, он сминает. Вот посмотри, он просто давит даже психологически. Вот он так поддавливает, нависает над оппонентом, как скала. Вынуждая его вот на такие действия. Ну вот что сейчас хотел сделать Багов? Багов, скорее всего, опять упал сам. Не потому что он боится, он именно переводит бой в портер, видимо, понимая, что в стойке шансов немного. Да, а вот так, получать головой, много шансов? Да, получать головой, ну все-таки амблитуда вот этих ударов не такая сильная. Ну а по Нурмагомедову видно, что он нацелен хорошо попасть в ударе. Да, именно вот нацеленность, нацеленность. И по поводу взгляда, если у нас будет пауза, я расскажу одну интересную вещь. Я прочел интервью одного американского психолога, он рассказывал про взгляд Федора Емельяненко. Но это пауза, когда будет, я обязательно расскажу. Достаточно любопытно. И вот посмотрим, сбудется ли это прогноз, точнее окажется ли это правдоподобным, когда Федор выйдет на поединок с Фабрицио Вердомом. И увидим ли мы этот самый взгляд. Ну а сейчас мы видим 10 секунд до конца поединка, ой, простите, первого раунда. Ну, конечно же, этот самый раунд останется за Хабибом Нурмагомедовым, вне всяких сомнений. Я думаю, сейчас стоит поговорить про взгляд. Да, вот, да, и я прочитал одно интервью, честно говоря, не помню, как человека зовут, позиционировал он сам себя, как доктор неких психологических наук, и, значит, статья про Федора Емельяненко и про его взгляд. И эта самая статья написана, точнее, заглавлена следующим образом. У Федора взгляд, как у психопата. Вот так он говорит. Почему? И как он это описывает? Когда соперники выходят в ринг, Федор вообще не сможет... Вот он говорит, вот я прям почти цитирую его. Федор не смотрит на оппонента, его взгляд полностью отрешен. Он, как я уже говорил в начале нашей передачи, ни один мускул на лице не дрогнет. Он не видит никого и ничего, он весь в себе. Он не распыляется там на всякие приветствия зрителей и так далее. Он сфокусирован. Дальше идет встреча в центре ринга. Федор также смотрит, как правило, вниз или в сторону, или просто вот куда-то в корпус соперника. Дальше. Это он как описывает. Дальше разводят. Готовы, готовы. И он говорит, этот врач, что Федор поднимает взгляд, вот на одно мгновение буквально поднимает взгляд на оппонента. И он говорит, и в этот момент у него взгляд, как у человека, который реально не совсем здоров. То есть он реально взгляд невидящий, взгляд пронзающий насквозь, просто проходящий сквозь тебя, как копье. И вот этого взгляда пугаются, по его мнению, многие спортсмены еще до начала, до старта. Вот может быть и психологический аспект тоже играет. Ну, как известно, глаза – зеркало души. Я думаю, в данном случае это не зеркало души психопата, это зеркало души человека, который сейчас видит одну цель – победу. Да, именно. Вот, ты правильно сказал, там еще была такая фраза. Есть цель. Цель надо поразить. Все. Ничего личного, ничего лишнего. Конечно, это бизнес, как говорится, да, ничего личного. Ну, конечно, Федор Емельяненко, ну, все мы его прекрасно знаем, видим, здесь человек не производит, прямо скажем, впечатление психопата, хотя вот недавно одна телекомпания сделала о нем не очень, мне кажется, красивый репортаж, где был заглавлен, типа, кто Федор Емельяненко, там, сектант, что-то еще. Или раскаявшийся убийца. Ну, просто, там, некрасиво. Да, как минимум. Ну, ладно, оставим. Ладно, давайте это забудем, пусть это останется на совести людей, кто подобным занимается. Итак, Хабиб Нурмагомедов, Олег Багов. Мы продолжаем второй раунд. Первый остался за Хабибом Нурмагомедовым. Хотя Олег Багов в самом начале поединка перевел таки Нурмагомедова в портеры, и на этом все, в принципе, его активные действия Олега Багова закончились. Да, потом были попытки пройти в ноги, совершенно никчемные, неподготовленные. И вот сейчас, смотрите, Нурмагомедов уже выполнил попытку пройти в ноги, оказался сверху, и Багов сейчас, перемещаясь, все-таки выводит соперника на менее опасную для себя позицию, скажем так. Так, и очередной удар головой в исполнении Хабиба Нурмагомедова мы с вами видим. Но пока, к счастью для Олега Багова, без рассечений, в любом случае, эти удары сотрясают оппонента вне всяких сомнений, и они неприятны. Но, видимо, что на лице у Олега Багова нет царапинки, ничего не происходит. А Хабиб Нурмагомедов, мне кажется, больше все-таки уповает и слишком сбивается на эти удары головой. Можно было бы придумать что-нибудь еще. Ударами головой можно размягчить соперника и дальше пытаться что-то делать дальше. Руками поработать, там, не знаю, все, что угодно. Хабиб Нурмагомедов, он, в принципе, славится тем, что он хороший тактик. То есть, ну, не все его бои, они выглядят эффектно, зато во многих поединках он, например, находит слабое место соперника, соперник боится проходов в ноги. Он просто проходит, валит и, ну, дожидается, вот, доходит до боя досудейского решения в пользу Хабиба Нурмагомедова. Просто за счет, там, не сильных ударов, за счет количества, а не качества склоняется. За счет активности. Да, конечно, чашу весов в свою пользу. Мы видим это сейчас. Хабиб не рискует. Что касается активности. Оказывается, сверху все, несколько ударов головой, эпизод остается за ним. Да, ну, и вот даже сейчас, стойкий, он все время поддавливает, все время первым номером. И он прекрасно знает, что сейчас соперник бросится. И он вынуждает соперника броситься. Он вынуждает своими вот этими, вот этим давлением психологическим и давлением таким, что если человек не будет отходить, не будет двигаться, он сам пойдет и будет бить. И бьет он, как мы прекрасно понимаем, лучше, чем Олег Багов за счет своей подготовки. И Багов и тоже понимает, поэтому бросается. Вот именно он за счет, думаю, прежде всего психологии, потому что видим, что Нур Магомедов бьет так, чтобы попасть, пронзить своего соперника. Багов, может быть, психологически так опасается. Нет, опасается видно, что. Конечно, видно, опасается, и поэтому он осторожничает. И вот эти самые проходы в ноги, которыми он сам себя вовлекает вот в такое положение, в положение обороняющегося, это не что иное, как неуверенность в своих силах. Но вот попытка прихватить шею, затруднить дыхание, мы видим, чем заканчивается. Да, ничем. В общем-то, ничем, да, и по-прежнему Нур Магомедов работает сверху, работает активно и головой, и, наконец-то, он подключает руки, что, конечно же, затрудняет Олегу Багову его оборону, его действия в обороне. Потому что он понимает, что сейчас может прилететь и справа, и слева, и сверху, и головой. Ну вот в основном прилетает головой. Как я говорил, Нур Магомедов просто увидел слабые стороны соперника. То есть он наносит несколько вроде хороших акцентированных ударов руками и добивающие удары головой, которые большинство доходят до цели. Вот мне интересно, почему Багов так не работал весь бой? Остается минута, конечно, терять нечего, надо идти вперед, но почему бы так не поработать? Наверное, я все-таки экономил силы, весь бой бы он и физически так не смог бы работать. Ну, хотя бы некоторыми отрезками. Некоторыми отрезками, да, согласен. И сейчас уже Нур Магомедов не так идет вперед. Нет, он прекрасно понимает, с другой стороны, что бой он выигрывает. Это понятно. Вот это был всплеск Олега Багова, секундный, доли секундной, я бы даже сказал. Активности нет. Конечно, Нур Магомедов без проблем доводит поединок до судейского решения в свою пользу. Да, грамотно держится наверху, удерживает оппонента внизу под собой, наносит какие-то удары. Пытается переместить ноги совершенно верно поближе к голове своего соперника. Ну, в стиле известного бойца UFC, который, кстати, также бьется в этой весовой категории, Жоржа Сен-Пьера. Тоже побороть и бить соперника. Пока либо соперник не сдастся... Либо одержать победу пачкой. Да, либо тоннаж удара будет слишком много, и все. Куда дальше? Или пачка. Да, поднимает руку Хабиб Нур Магомедов. Мне кажется, у него есть на это все полное право. Не думаю, что судьи отдадут первый раунд Олегу Багову. Это было бы по меньшей мере несправедливо. Ну, мы видим, что обливают водой Багова. Мы видим, что ему пытаются восстановить дыхание. Неужели будет экстра раунд? Ну, да, лучше послушаем ринг-анонсера. Напоминаю, что ринг-анонсер сейчас Федор Лежов, который часто нам помогает комментировать поединки. Но сегодня он работает на месте. Итак, Хабиб Нур Магомедов, Олег Багов. Победу единогласного решения. Конечно, единогласное решение судьи выигрывает Хабиб Нур Магомедов. Мы даже не будем. Хабиб Нур Магомедов. Он продолжает свою беспроигрышную серию. Пять побед в этих поединках. На турнире М1 Селекшн прошлого года он встречался с Шабулатом Шамхалаевым. И бой тогда можно было смело назвать боем. Боем турнира. Потому что сначала Шамхалаев поддавливал Нур Магомедова. Но в конце Хабиб...